Всем привет! Сегодня познакомимся с дистрибутивом от сообщества Манжара. Рабочий стол называется GBM. Вот так вот оно пишется. Если перейти по ссылке, попадаем сюда. Тут, значит, привлекает сразу что? Вот поглядите сюда. Такого минимального требования к объему оперативной памяти я что-то давненько не встречал. 111 мегабайт. То есть это вообще для очень, скажем, древних компьютеров. Ну, все то, чем располагает, вот, можете почитать, разобраться, посидеть, попереводить, кому нравится. Вот. Очень, скажем так, хороший набор. Единственное, что если перейти на страницу загрузки, вот здесь, то нигде вы здесь этот GBM не видите, и написано, что этот файлик не найден. Ну, тут мне пришлось сделать кое-какие детективные поиски. И, в конце концов, я этот файлик все-таки нашел. Вот здесь вот. И вот, значит, здесь для 32-битных сборок. А здесь для 64-битных. Вот, ради бога, это даны торренты. Поэтому такие минимальные размеры. Их нужно скопировать, вставить в трансмиссион, скачать в любую качалку торрентов. И будет вам, как говорится, счастье. Вот. Скачаете. Файлик получится. А размеры файлика, сейчас точно вам скажу. Я скачал до 64-битной сборки. Сколько здесь? Ну, 872 МБ. То есть, скажем так, дистрибутив средних размеров. Вот. Ну, я подготовил все. Давайте глянем, как оно будет выглядеть. Ну, сейчас 23. Будем считать 23-25, да? Запускаем. И нажимаем сразу на старт. Вот. Практически и все. Ну, сейчас вот растяну еще сразу же. Ну, что, ну, где-то там примерно секунд 30-40 он грузится. Аскетичный у него вид. Ну, тем не менее, видим сразу, что коночки. И очень даже, кстати, неплохие у него есть. Указано и версия, значит, какая. Это, значит, сборочки. И дан, значит, e-mail автора. И какое ядрышко используется. На скидку. Ну, у меня вот тут использование процессора даны на скидку 5 процессов. Автор дал по 3 самых, скажем так, энергоемких процессов. Ну, так сказать, корень, домашняя директория, файл подкачки. Все, все нормально. Если нажать на applications, появляется вот такая вот симпатичная менюшечка. Значит, ну, run application, это вы когда вот так вот нажмете, можете просто вручную там завести команду, и, скорее всего, там он вам и заведется. Ну, давайте посмотрим дальше. Что тут есть такого интересного? Ну, установка манджара. Есть графический, а есть через установку, через просто терминал. Принадлежности. Пожалуйста, можно, значит, записывать флешки из-за образа на флешке. Есть блокнотик. Ну, вот, допустим, leafpad. Вот, если я вот здесь наберу leaf, leaf, ну-ка, что-нибудь он не хочет. ПАД тоже. Нет, вот, открыл. Пожалуйста, блокнотик. Вот такое вот управление. То есть, очень легкий такой рабочий стол, предназначенный для стареньких компьютеров. Есть несколько игр, насколько я понимаю. Графика, ну, что есть. Редактор изображений. Если уж, как говорится, он есть, так он и есть. Он и в Африке есть. Вот, пожалуйста. Спрашивает бледная луна. Сейчас пока еще не ваш броузер по умолчанию. Хотите вы его назначить или нет? Да ради бога. Пускай будет. Вот. То есть, довольно-таки шустренькая система, которая на старых машинах нормально будет работать. Сетевые настройки. Значит, ну, тут чат-чат любителей. Значит, так. Нетворк-менеджер. То есть, подключение. Если что, соединение установлено. Мы, значит, соединены. Шли дальше. Нетворк. Офис. Текстовый процессор есть. Просмотрщик PDF файлов. Калькулятор. Гнумерик. Ну, самое необходимое. В принципе, я в LibreOffice-то использую только текстовый процессор и электронные таблицы LibreOffice. Все. Вот. Есть. Очевидно, подключение к сканеру. Здесь, значит, конфигурационные всякие там установки. Может быть, конечно, там они и какие-то и минимальные, но, тем не менее, есть. Вот. Есть какие-то обои. Называется Nitrogen. Давайте посмотрим. Вот. Самые разные. Сейчас, очевидно, мы на какой-то из них. Ну, давайте нажмем. Пишем на эту. Применить. Вот так будет выглядеть. То есть, вот самый минимальный набор, вроде бы, казалось бы, такой аскетичный. Вот. Мне всегда, чем манжара нравилась, у них очень хорошая была группа и остается группа художественного оформления. Вот. Всегда у них все, как говорится, картинки, все иконки, всегда они были и остаются, подбираются, скажем, без какой-то там олиповатости. Всегда они подобны друг к дружке. У кого-то просто очень хороший художественный вкус. Вот. Ну, что я не нашел пока еще. А, броуинтернета. У них просто имеется веб-браузер. Ну, и что? Открыли браузер там, побродили там по интернету, по умолчанию у них Duck & Go. Ну, можно, я понимаю, его и на Yahoo сделать. И там и Bing сделать. Ну, я думаю, кто захочет Google сделать, тот и Google найдет как всегда приделать. Ну, то есть, ну, нормально вы броузер. Такие проблемы. Даже можем вот сейчас, ну, я не знаю, он из калиборда, конечно, вряд ли скопирует. Ну, ладно. Ой. Любое словечко давайте там заведем, да и все. Вот. Linux. Пусть поищет. вот смотрите, очень быстро реагирует на все, нормально. Ну, кто хочет настройками покопаться, ну, покопайтесь, там, разберетесь. То есть, все самое необходимое у этой, как говорится, у этого рабочего стола манжара есть. Причем, вот сразу два рабочих стола, между ними можно переключаться. допустим, на одном рабочем столе открыли браузер, перескочили на другой рабочий стол, открыли тут, я не знаю, что там у них такое, даже не знаю, что это такое, пакли. А, ну, это набор ключей. Ну, вот. То есть, вот, это очень такая вот аскетичная система, ну, сделана она добротно, без залиповатости. Причем, сделана она людьми, которые используют манжары, делают там свои какие-то там сборки, сообщество уже свое, и, значит, выставляют его на, как говорится, суд общественности, для членов своего сообщества, чтобы те это дело могли скачать, посмотреть и так далее. Вот, таким вот образом все это дело выглядит. В системе, значит, ну, что, ну, что, наверное, скорее всего, вот, есть даже подключение к Ауруму к препозиториям. так, ФРО, нормально, Ява, мультимедиа, что у них в мультимедиа еще есть? Установка поддержки мультимедиа, все понятно. Ну, и что? Ну, то есть, ну, понимаете, это вот очень такой минимальный набор, но который работает, и, смотрите, как оно выглядит. Так что, в принципе, у кого старые слабые машины, ну, это, по-моему, будет хорошая такая альтернатива для старых машин. Вот. И, насколько я понимаю, у них тут ядрышко, которое, скорее всего, будет поддерживаться довольно-таки длительное время. у меня просто, как говорится, особых возвращений нет. Есть файловый менеджер, вот. Нормальный, можно рассмотреть там структуру, там, системы, и опять-таки, обратите внимание, вот как у них все эти иконочки сделаны, все. Ну, Манжаро всегда вообще славилась этим. У меня просто последний год пару раз я пробовал ставить себе Манжаро, и мне не понравилось. У нее были графические установщики просто-напросто, отвратные. Всегда что-нибудь там не клеилось, что-нибудь там это самое не цеплялось. Ну, вот, по крайней мере, образ зацепился. Ну, ладно. Что, значит, я сейчас сделаю? Я сейчас попробую это дело ну, сколько, ну, гигабайт там под нее 20-30 кину, и попробую сборку, значит, запишу на флешку, и попробуем ее установить на жесткий диск. Я о результатах, значит, вам сообщу. Ну, чтобы пока не скучно было, значит, что мы сейчас делаем? Так, сохранить, да, сохраним, в случае чего все это дело опять не прокручивать. Вот, он сейчас сохранит состояние машины. Сеть подцепил здесь, он моментально, как говорится, и сразу без проблем. Так, все, закрываем. Ну, первым делом, еще раз, как говорится, пройдемся, азы повторим. Программа G-Party. Давайте пароли заведу, и где-нибудь там 20-30 гигабайт я под нее выделю. Пока там она думает, вот я тут напишу, ну, сколько тут? 30 гигабайт умножить на 1024 равняется вот такая вот цифирь. Вот этот цифирь мы сейчас возьмем и создадим новый раздел. А, ну да, у меня же это все не размечено, это надо создавать. Ну, ладно, не столь важно. А вот этот раздел на 30 гигабайт я возьму тогда. Все то же самое получится. Единственное, что я сейчас вот именую Манжаро, вот и все. раздел у меня что там, что-то было. Отменимка. Что-то было, я уже не помню, но скорее всего не столь важное. Ладно. Значит, я изменю метку и переформатирую. Переформатирую ее опять-таки в Extension 4. дадим меточку. Меточку сделаем GVM. чтобы было более понятно и ясно. Вот таким вот образом. а вот уже с флешки в принципе этот надо будет раздел отформатировать G-Party и ставить тогда туда уже просто сделать Extension 4 и он уже автоматом тогда подсоединиться и из него можно будет нарезать кусочки. Ладно. Значит, что делать дальше? Да просто-напросто. Так. Что у меня тут есть? Ну вот, у меня была флешечка. Да какая разница. Вот. На 4 гига. Не знаю, сейчас форматнем. она что-то даже не хочет показываться. Подцепилась. Ну, давайте посмотрим. Угу. Разформатируем. Вот. 4 гигабайта. Значит, я сначала попробую на нее да, напишем GVM. GVM. Вот так. Форматнем. Ну, ну и просто вот берете вот так вот образ правой кнопкой создания загрузочного USB накопителя. Здесь выбираете эту флешку. Записать на нее этот образ. Заводите парольчик. окей. Ну вот. Я запишу все это дело на флешку. Попробую в флешке загрузиться на жесткий диск. Погляжу, как там, что работает. О результатах вам сообщу. Учете на жесткий диск. первое. Значит, вот записали вы сборку на флешку. Флешка стартует нормально. Флешки выбираете графический установщик вот этот. Но перед этим вот я показываю здесь, что сеть есть. А если у вас сети нет, то вам обязательно нужно будет побежать в Network. Нажать на Network Manager. Он там выявит вам список доступных сетей. Выберете свою. Заведете пароль. не успеете вы его завести и нажать Enter. И появляется табличка, что соединение не установлено. Второй раз открываете заводите пароль. Перед тем, как нажать Enter, я просто взял скопировал пароль. И опять эта табличка появилась, что соединение не установлено. Хотя я еще и ОК не нажимал. Третий раз нажал, вставил пароль, нажал ОК. Все, сеть подцепилась, все пошло. Дальше. При установке. При установке, значит, вот графическая есть установка. Выглядит симпатично, нормально. Выберете русский язык, как там дойдете до клавиатуры и так далее, но там, где вас будет спрашивать имя пользователя или пароль, по-английски вы их не заведете. А будет, придется все заводить по-русски. будет, значит, там менюшка, там на русском, скорее всего, языке. Вот. Ну, языковое переключение раскладок клавиатуры добавить, как я нашел. Значит, раскладку клавиатуры. А вот переключение, значит, не нашел. клавиатуры там идете обычным путем, проверили, сеть сведена или нет, ну и все в обычном порядке. Там, ручная установка, укажете на раздел, куда. Но лучше эту сборочку ставить вам на старенький компьютер в качестве единственной системы. То есть, просто отменить тепловую установку, она разметит вам жесткий диск и будет на этом у вас в жестком диске только одна операционная система. Там она сама уже поделит там сколько ей под корень выделить, сколько там чего и так далее. У меня она, значит, когда установилась, я перезагрузился, хотел зайти на свой Linux Mint, а не тут-то было. У меня Mint перестал грузиться. Ну, пришлось через поисковик операционных систем, значит, загружаться, загрузился. Ну, сейчас я вот менюшку загрузчик переделаю немножко, все будет нормально. Значит, вот с языками такая проблема. Где это дело делается? Тут, по-моему, это или в консиге вот здесь, нет, не здесь. да, видите, какая бедная менюха. Сюда две строчки и привет. И причем вот в меню раскладки клавиатуры тут нет даже функции добавить. Вот просто указано, какая клавиатура, допустим, и все. а чтобы, допустим, там, галочка какая-нибудь была или еще так далее, чтобы там добавить новую раскладку, ну, я, скажем так, не нашел. Вот. И значок вот здесь не появляется, то ли буквенный, то ли там с флажочком, чтобы было понятно. И нет комбинации клавиш для переключения раскладки клавиатуры. То есть, это тоже, скажем, недочет этой сборки. Ну, сборка, скажем так, общественная, вот, поэтому от нее много требовать и не нужно. Ну, а если ее установить на старенький компьютер, допустим, человеку, там, пожилому, которому английский язык, допустим, там, вообще не нужен, который там практически там на русском все, ну, ладно. Ну, а если там ему надо будет написать адрес электронной почты, как он это будет делать, делать, я не знаю. Лично я не нашел здесь опции, переключения расклада клавиатуры. Вот, язык нашел, как добавить, языковые пакеты нашел, как добавить. То есть, вот, языки, значит, вот здесь добавить язык можно, вот, значит, языковые пакеты, добавить язык, появится русский язык. там, если русский язык будет не обесвечено, это самое, эта кнопочка установить пакеты, значит, доустановите их. Ну, скажем так, если кто-то хочет сделать приятное себе, он это удовольствие сделать может, повозиться, повозиться значит, с этой общественной сборочкой придется. А помнится мне 4 или 5 назад у них была хорошенькая такая сборочка у манчжарки, называлась она Open Box. Тоже была очень такая легкая сборочка, и иконочка у нее здесь была такая в виде пчелиных сот на черном фоне, тоже очень экономичная и приятная. Но, тем не менее, значит, у меня впечатление какое в этом сборке, что, ну, манчжар всегда отличал хороший, ну, что там говорить хороший, красивый графический интерфейс, проработка. Вот. Но, поскольку она рассчитана на самые минимальные системные требования, то и требовать от нее нужно что? Только там побродить по интернету, а вот, допустим, если дотумкаетесь там как переключать клавиатуру, потому что тут где только не жми, вот, по верхней панели, не появляется конечно, что там что-нибудь там поменять, добавить. Можно нажать вот здесь вот, а можно в любом месте экрана правой кнопкой нажать и у вас появится то же самое. Та же самая менюха и со всеми этими делами выходящими. Вот. Ну, а так вообще, ну, что, нормальная сборочка, скажем, ну, по крайней мере, она рассчитана на 111 мегабайт оперативной памяти. Поэтому, значит, еще раз, значит, хочу сказать, что кто-то, если захочешь к себе закинуть ее на раздел жесткого диска, чтобы потестить ее, если бы там установлено у вас несколько операционных систем, ну, считайте, что вам потом придется, вот, как мне сейчас придется, значит, ну, перенастраивать, значит, меню загрузки, вот, и, как говорится, заниматься со всеми этими последствиями. Вот, значит, я привел здесь пример того, что, ну, один из самых минималистических вариантов. теперь давайте